здравствуйте дорогие моему сердцу телезрители канала афонтова и конечно же мои подписчики на канале youtube голова садовая тетя таня сегодня речь пойдет о бахчевых это конечно тыквы это кабачки это патиссоны чем вот эти отличаются от того огромного ассортимента который имеется в продаже да очень даже отличаются этот кабачок называется амджау и этот амджат он устойчив к низким температурам а почему мы об этом говорим потому что нам хочется пораньше рассаду кабачка высадить или хотя бы посеять пораньше для того чтобы есть летом в июне чтобы уже были кабачки те замечательные которые на сковородку с луком морковкой и со сливочками мы употребляем в пищу и кормим своих деток а этот кабачок отличается тем что он чем дольше лежит тем будет вкуснее вот как раз у него есть не только вкус а еще и запах определенный посмотрите какой он красивый он небольшой его не надо вырастить 60 сантиметров чтобы он зимой хранился да конечно корочка у этого кабачка как у всех обычных кабачков сортов она будет немножко жестковатая например уже в мае месяце но всю осень и после нового года он еще будет обладателем достаточно тонкой корочки а на вкус он просто замечательный и называется он видите кабачок зимний деликатесный зимний то есть и хранение необычное а вкус просто неординарный среди семян кабачков которые представлены в наших торговых точках имеется все на ваш вкус посмотрите вот он темный видите совсем темный и называется он завтрак нефтяника кстати очень нежный быстро растущий кабачок желтые да вот он желтоплодные так и называется желтоплодный огромное количество на этом кусте есть белые конечно но привычные совершенно кабачки это белогор толстенькие вкусненькие то есть кабачки в принципе вообще не бывают невкусными как вы заметили и если вы посадите хотя бы три куста кабачков то я вас уверяю вы обеспечите всех родных близких и друзей потому что это растение отдает все что у него есть очень быстро и даже не знаю иногда столько и не надо сколько кабачков но есть их надо когда они зеленцы их можно консервировать их можно в жареном виде с морковочкой делать кабачковую икру это вы все знаете но все-таки хочу сказать что 1 мая и до 5 мая вы должны посеять кабачки стаканчики и огурцы в том числе и арбузы и дыни зачем да только за тем что если вы все-таки сеете в землю а ростковую муху никто не отменял она везде у нас в достаточном количестве и как только температура почвы будет плюс 16 градусов семечка набухнет и эта муха залезет в почву прогрызет дырку в семечке и высосет оттуда набухшая вкусная сладкая середину вот этого семечка ядро так называемое и уже никто не взойдет и кабачка вы лишились поэтому лучше в стаканчики и тогда уже никакие ростковые мухи нам не страшны значит кабачков вот много действительно но в принципе никто друг от друга не отличается особым вкусом они все одинаково вкусные вы уж просто так на взгляд определите что вы хотите и хочу сказать что кабачки плетистые практически не встречаются они всегда кустовые для них места надо мало обычно это мусорная куча в серединку сделали земли примерно ведро объем и посадили и мусорная куча будет переработана и красиво будет можно закрыть все что угодно ненужное на даче именно кабачками а полезности тыквы говорить не буду вы все это прекрасно знаете тыквенные каши для деток это первое детское питание прикорм так сказать малышам но тыквы есть разные есть вкусами и запахами а есть просто обычно традиционные обычно традиционные на руси это серая волжская 40 килограмм в руках вы даже ее не поднимите потому что очень неудобно поднимать такие гиганты среди представленных тоже имеются здесь даже название говорят смотрите лечебная значит содержание каротина повышенная тыква улыбка вот есть раз медовый десерт разделена прямо дольками дольку вырезали съели остальное подождет здесь есть тыквы полосатые как арбузы только желтым цветом тыква есть маленькие которые очень удобно хранить и здесь их представлено огромное количество и они все предназначены ну их называют порционными то есть вы сразу одну тыковку разделали отжали часть сок часть запустили на пшенную кашу с молоком и вроде как у вас ничего не валяется кроме этого среди тыкв имеется такие замечательные вещи вот смотрите маленькая вкусненькая называется сладкая каша видите как красиво она действительно очень сладкая хотя и цвет у нее такой нежно нежно чуть желтоватый а вот здесь вот это не просто тыква это лагинария вообще тыква это по моему индийская культура лагинария среди тыкв занимает особое место она вот не очень давно появилась лагинария она может вырасти ну и примерно метр 20 метров 50 так что вести ее придется на багажнике вашего автомобиля или там в багажнике сложив сиденья из нее можно сделать массу посуды для дачи можно делать кашпо всевозможные горшки для посадки цветов можно вырезать дырки очень красиво там треугольниками звездочками и ставить туда например свечу вечером и это будет просто потрясающее зрелище можно делать и тарелки и вот правда она и называется тыква посудная лагинария значит и есть еще одна замечательная тыква о которой мы практически все забыли видите что здесь написано ну во первых это семена премиум класса во вторых она абрикосового вкуса и у нее нет оболочки на семенах и раньше такие тыква назывались голосеменные то есть зернышко есть а шкурки нет собрав такие семена из тыквы вы можете совершенно спокойно промыть их посушить обжарить слегка в микроволновке или на сковородке и сидеть и щелкать это прекрасное средство семечки всех тыкв абсолютно это очень хорошее средство а для того чтобы избавиться от паразитов в кишечнике и во всех остальных наших органах тыквы сейчас представлена не только в одном цвете до слегка желтым или желтым там или зеленым посмотрите красная детская да пожалуйста желтая из парижа да пожалуйста никаких проблем и и каждая из них она конечно отличается содержание каротина разное есть и вкусы в совершенно разные выбирая вы должны точно знать что вы хотите будете ли вы хранить или переработаете сразу если вы подкармливаете какой-то скот у себя на подворье да бога ради пожалуйста эти гиганты по 40 килограмм это же сразу всех курей можно накормить да и всех козочек там и так далее от этого улучшается качество молока и но кроме тыкв есть еще один овощ о котором мы тоже будем говорить это конечно овощ который называется патиссон он не очень популярен стал почему-то у сибиряков а совершенно напрасно именно этот овощ при том что вы его очистите порежете такими лепестками и обжарите с очень маленьким количеством масла услышите меня и вы получите жареные грибы практически все патиссоны имеют такой вкус вот сейчас некоторые баклажаны имеют такой вкус там даже есть баклажан который называется мечта грибника за грибами ходить не надо и патиссоны как и все остальные бахчевые требуют посева в первых числах мая для того чтобы рассадой высадить все это на грядку ими тоже можно прикрывать все там какие-то помоечные места кучи мусора уход кроме полива в общем-то на открытом воздухе никакой можете поставить блочку с мусором там или не знаю приподнимите у вас будет просто великолепное зрелище красота еще и с плодами их очень много на одном кусте хранятся они очень хорошо единственное что корочка становится жесткой так она у кого она и у нас от хранения становится корочка жесткой поэтому не забывайте что это тоже очень полезно есть потому что цвет патиссон оранжевый желтый яркий тоже говорит о том что антиоксиданты там присутствует и это защита нашего организма вот все что я вам сейчас рассказала это не надо же покупать 10 пачек достаточно по три семечка во первых это красиво будет на участке всегда красиво на огороде когда бочки там какие-нибудь там емкости в которых заправлен мусор садовый посажен туда культуры бахчевые это всегда очень прямо зайти приятно для глаз урожай всегда будет очень хорошим потому что поливка подкормка легкая ну каким-нибудь там слабым раствором слабым прислабым раствором навоза слышите меня не огурцы а вот эти бахчевые даст всегда хороший результат поэтому надо немножко постараться и в начале мая посеять вот все бахчевые культуры на этом хочу закончить а все что касается посева и дальнейшего ухода мы пройдем с вами чуть позже обнимаю крепко ваша тетя таня